Сегодня хочу с вами поделиться опытом, как я уменьшал массу автомобиля для того, чтобы сократить расход топлива и, соответственно, сэкономить небольшую денежку. Ну, во-первых, самый неожиданный совет – это можно похудеть. Я за последние пару лет похудел на 15 килограммов. Это, конечно же, уменьшило нагрузку на автомобиль. Дальше очевидный способ – это убрать все лишние вещи, которые вы с собой возите, которые вам не нужны. У каждого они свои, поэтому посмотрите в багажнике, в боковых карманах и их удалите. Дальше самая тяжелая вещь – это запаска. Если вы едете по городу, по стандартному маршруту, знаете, что там нет ям, вот, то можете, конечно, ее смело выложить. Не обязательно заправлять полный бак. Можно заправлять полбака, там, или четверть бака, если вы едете на предсказуемые маршруты в регулярной поездке. Аналогично можно не доливать охлаждающую жидкость, вот, но это немножко небезопасно. Не замерзайку, да, то есть стеклоомывающую жидкость. И также можно масло наливать в двигатель не обязательно до максимальной отметки, можно на средней или чуть ниже среднего. Это также избежит, снизит риск того, что вы немножко повредите двигатель, если вы перельете масло. Когда придет время менять аккумулятор, попробуйте поставить аккумулятор меньшей массы. Не обязательно покупать самыми лучшими характеристиками аккумулятора. Из необычных советов можно убрать, например, средний и задний подголовник, если у вас обычно по три пассажира сзади не ездят. Вот это самые очевидные способы. Как можно уменьшить массу автомобиля? Ну, можно купить огнетушитель, меньше масла, вот, и так далее. Ну, и не возить пассажиров, либо ездить на дачу, там, например, не два раза на выходных, а оставаться на ночь, как мы иногда делаем всей семьей, это тоже экономит на пробеге, да. Вот, но это уже немножко из другой серии советов, как сэкономить топливо. Спасибо большое за внимание.